Современная мировая ситуация, безусловно, происходит не впервые. Инфекционные заболевания, они и многие тысячи лет назад и столетия назад уносили большое количество жизни, уносили с собой, как одна из причин человеческой смерти. Сегодняшний коронавирус также никак не могут поставить под контроль, даже при всех современных медицинских возможностях. Когда, одному Богу известно, но полезно было бы нам с вами обратиться к сунне заключительного Божьего посланника пророка Мухаммада и взглянуть на происходящее через призму нескольких достоверных хадисов. Это свод хадис имама аль-Бухари, хадис 3474. Здесь повествуется о том, что однажды Аиша, супруга пророка Мухаммада спросил у него про чуму. И он ответил – посланник Божий сказал, что это наказание, мучение, неспосылаемое Богом тем, кому пожелает. И при этом посланник Божий подчеркнул – поистине, Аллах, Бог Господь сделал это. Чему? Как, по сути дела, и любое инфекционное заболевание, тем более смертоносные вирусы. И поистине, Аллах, Бог Господь сделал это проявлением Божьей милости для верующих. То есть, любой человек, который заразится чумой, как и в нашей сегодняшней ситуации, тот же самый смертоносный коронавирус. И на протяжении всей человеческой истории периодически появлялись тяжелые инфекционные заболевания, вирусные, которые в итоге приводили к смерти и были довольно тяжелые, мучительные для людей. И смерть была мучительной. И вот здесь говорится о том, что, если человек заразится чумой в данном случае, Фемкуту останется в месте своего нахождения, то есть изолируется. При этом будет проявлять терпение и ожидать воздаяния только от Всевышнего. То есть не будет жаловаться, не будет плакать. За что? Почему? Зачем? Он проявит терпение к сложившейся сложной ситуации, болезненной, физической в том числе. Проявит терпение и будет ожидать воздания только от Бога. Да, безусловно, лечиться. У других хадисов говорится, что нужно лечиться от любого заболевания. Есть лекарства, говорил Пророк Мухаммад . Это достовернейший хадис. Поэтому ученые современности тоже ищут вакцину, лекарства, все то, что может убить этот новоявленный коронавирус. Это само собой. Но в то же время некоторые люди умирают. Даже в сегодняшних суперсовременных, в супероснащенных, с точки зрения медицины, жизненных условиях. Умирают. И вот здесь, если человек заразится, останется в месте своего нахождения, проявит терпение. Ожидать будет воздания только от Бога. С пониманием того, что его не постигает ничто, кроме как с повеления Всевышнего. То есть, Всевышний так пожелал, а потому его это постигло. С этим он тоже соглашается. То есть, да, он предпринял необходимые меры. Там защита, изоляция и так далее, но все-таки это произошло. Значит, на то воле Всевышнего. Как говорит человек верующий, когда что-то уже произошло, его не изменить. Так пожелал Всевышний. Хорошо. И вот с таким отношением, если человек проживает свои последние дни и часы жизни и будет убит этим вирусом. В данном случае говорится про чуму. Если человек умирает, то он получает воздаяние, приравниваемое к воздаянию того, кто отдал свою жизнь на поле брани, защищая веру или Родину. То есть, шагид. То есть, человек, умерший от тяжелого инфекционного заболевания, в хадисе упоминается именно чума. В наших реалиях это коронавирус. То в этом случае, пред Богом, в вечности, это воздается, при правильном отношении, которое было упомянуто в хадисе, это воздается райской обителью данному человеку. Конечно же, если он хотя бы маломальски был верующим. Еще один хадис в этом контексте. Тоже свой хадис имам аль-Бухари. Пророк Мухаммад сказал. То есть, шагиды – мученики. То есть, те люди, которые получают в качестве воздаяния за свое мучение, получают райскую обитель в вечности. То есть, их смерть произошла мучительно, тяжело, непросто. Но они были при этом верующими, не жаловались, согласились с происходящим. Да, противодействовали, защищались, лечились, но все же. И вот здесь говорится, аль-Шухада – шагида пятеро их. Первый – это тот, кто умер от чумы, но как и от любого другого, вирусного заболевания, инфекционного заболевания, смертельного. Вторая категория – это те люди, которые умерли от заболевания органов брюшной полости. В том числе, рак какой-то и так далее, то есть брюшная полость. Утонувший человек. Человек, оказавшийся под обломками. Сюда современные ученые подводят, в том числе, тех, кто умер в авто, либо в авиакатастрофе. И тот человек, который, защищая свою веру или Родину, в итоге отдал свою жизнь. Вот эти пять категорий. Они заслуживают, если были хотя бы чуть-чуть верующими, они заслуживают райскую обитель вечности. Их степень воздаяния – это степень шагида, говорит пророк. И последний хадис . То есть опять же чума, но здесь ученые говорят, что-то такое глобальное, инфекционное, вирусное, то есть уносящее жизни людей. То есть в итоге человек, умерший от этого, он является шахидом. Если был муслимом, то есть хотя бы минимально мусульманином верующим человеком. В других хадисах, также достоверных, упоминается до даже более двадцати категорий людей и двадцати видов смерти, которые считаются также шахидами. Среди них, в том числе, женщина, которая умерла во время родов или после родов и человек, который сгорел. Подробный материал вы найдете на умма.ру со всеми ссылками на источники и большими практическими подробностями. Так что всем нам здоровья, благополучия, выздоровления. Но если что-то произошло необратимое, тем более смертельное, то нужно уметь положиться на Бога, сделав все от тебя зависящее. Положиться и согласиться с ситуацией, дабы в итоге получить одну из высших степеней в раю в вечности. Аль-Хамду лиллахи Раббил Ааламин.